Утренник Дмитрий Александрович, с вами мы хотим поговорить о военной песне Потому что мы всегда забываем про эту составляющую праздника Какой праздник без хорошей военной песни Какой праздник без такого мощного эмоционального заряда Вы, насколько я понимаю, и ваш коллектив У вас есть своя программа военных песен, которую вы каждый год исполняете И 9 мая на Чистых прудах в очередной раз будете петь для всех желающих Для всех гостей и жителей нашего города Расскажите, в чем отличие военной песни от классической музыки От оперной арии В чем главное отличие? Ну, вообще, когда 10 лет назад мы создавались Создавался проект «Тинора 21 века» Мы обнаружили, что мы все находимся в той возрастной поре Когда у каждого в семье из нас есть те или иные родственники Которые не вернулись с полей войны Более того, у меня, я, в общем-то, можно сказать Потомственный исполнитель военной песни Потому что мой дед стоял у истоков Краснознаменного ансамбля И под «Вставая страна огромная» с его участием на Белорусском вокзале Наши бойцы уходили на фронт Потом мой отец работал в этом же ансамбле в качестве солиста Мой дядя стоял в хоре этого ансамбля И наш солист Александр Захаров Также несколько лет работал в Краснознаменном ансамбле Поэтому нам эта тема, эта музыка и стилистика Та, в которой нужно исполнять эту песню Она нам очень близка Поэтому вот уже 10 лет существует программа Она существует в двух ипостасях И как программа к 9 мая И как программа к годовщине битвы под Москвой И в ней уже порядка 50 песен Мы варьируем по-разному, исполняем В зависимости от пожеланий тех, кто нас приглашает на телевизор Разные аранжировки или это оригинальные аранжировки? Абсолютно разные Она идет, знаете как, мы можем выступать и в поле Где нет ничего Мы можем выступать там, где есть хотя бы какое-то разбитое пианино Мы можем выступать с баянистом И мы можем, конечно, выступать с большим симфоническим оркестром С народным оркестром и под минусом Я имею в виду про стилистику и подачу Потому что порою некоторые артисты В первую очередь эстрады Исполняют советские песни Военные песни советских годов Несколько странно Посажено на современную ритмическую основу Насколько это правильно? Ну, на мой взгляд, это такое заигрывание с нынешним поколением Поэтому очень сложно видеть и больно видеть лица ветеранов Которые в этот момент сидят в зале У них на лицах полное недоумение происходит Потому что они-то эти все песни знают И они с ними прошли всю свою жизнь И когда мне начинают рассказывать Что, друзья мои, ну вы понимаете Каждый год ветераны должны слушать вот это Они, наверное, хотят какую-то другую музыку Вот не верю я в это Просто, наверное, надо исполнять Так, как им хочется А не так, как нам надо Потому что молодежь все равно не поймет Что того образа Да поймет молодежь, знаете Поймет, поймет Потому что вот в прошлом году На 70-летие Победы Было несколько замечательных акций В том числе и Белорусский вокзал В котором мы тоже принимали участие И когда подживой оркестр Разного уровня, стиля Исполнители выходили И все-таки они старались петь это В том виде, в котором должно быть Это было очень мощное Молодежь не поймет вот этой новой стилистики Вот, наверное, им это точно не надо Ну, понимаете, да Конечно, при всем моем уважении И, как ни странно, я классический музыкант Но я люблю разные направления музыки Поэтому мне по-своему нравятся И Баста, и рок-группы Зарубежные, какие угодно Более того, у нас есть программы И рок-энд-оперы, и так далее Вот, но мне кажется, что Современная молодежь, она все равно Хотела бы, знаете, это музыкальный термин Аутентично услышать Ту военную песню, которая нужна И тогда она принимает Абсолютно точно Слушатели меня поправляют Я сказала, суббота Сегодня воскресенье Ну, для Дарьи сегодня суббота Это не суббота Ну, потому что завтра праздник Да, да, завтра Как будто завтра воскресенье Даник, вот вы знаете, я как директор театра Я вообще всегда у своих подчиненных спрашиваю А какой сегодня день Потому что для меня, например, все равно Абсолютно суббота, воскресенье, понедельник Всегда работа? Ну, в общем, да Работа, работа постоянно И когда мне вдруг сказали Тут несколько дней назад Так у нас сегодня выходной день Что вы в театре-то делаете Я говорю, а я работаю Дмитрий Александрович Возвращаясь к плейлисту Что называется Какую военную песню вы исполняете всегда? Вот на любом концерте она есть На любом концерте мы исполняем песню Из кинофильма «Баллада о солдате» Песня, которую мы называем «Шел солдат» Это песня, которая обычно заканчивает первое отделение концерта И песня, которая начинает всегда концерт Это песня из кинофильма «Офицеры» От героев былых времен Вот эти две песни, которые мы поем всегда Почему? Ну, мне кажется, что песня «Офицеры» Она... Эта же песня написана не во время войны И она как раз соединяет всех с собой Потому что те молодые зрители Они слышат, что эта песня более современная Вот, с другой стороны Представители старшего поколения Безумно любят фильм «Офицеры» Они сразу вспоминают Юматова и Ланового И, конечно, эта песня... Вот на этих двух песнях у нас обычно зал стоит К сожалению, у нас есть богатый опыт Исполнения песни «День Победы», Которую мы исполняем отдельно на мероприятиях Но в нашу программу она обычно не входит По той простой причине, что мы искренне считаем Что эта песня написана для... Все-таки для баритона с красивым голосом А не для тенора Но по мере необходимости мы ее все-таки, конечно... А знаете историю песни «День Победы»? Она же очень интересная Я знаю эту историю, да И, конечно, и то, что Давид Тухманов сам рассказывал Расскажите слушателям Многие, наверное, не знают А мне кажется, что будет гораздо интереснее, если вы расскажете Замечательные стихи, которые написал Харитонов о войне Давид Тухманов написал музыку совершенно иной, кстати говоря, стилистики Нежели привыкли слушать И песня была, если можно так сказать, зарублена теми людьми Которые отвечали за культурный пласт на телевидении и радио И Лев Лещенко, причем первым исполнителем, насколько я помню, был Леонид Сметанников этой песни И она не прошла с большим успехом поначалу И только потом, когда Лев Валерьянович Лещенко умышленно, в прямом эфире Концерт, по-моему, был для концерта День полиции Это был так называемый огонек Тогда же были огоньки И Лев Лещенко спел эту песню в прямом эфире И вот тогда весь зал встал Это был уже безоговорочный успех Но я считаю, что не только Лев Валерьянович, но и очень многие другие певцы Замечательно поют эту песню Прекрасно ее поет в наше время сейчас Василий Ладюк, солист нашего театра Вот ее прекрасно пел Иосиф Давыдович Кобзон ее пел замечательно Вообще, кстати говоря, то, как пел песни этого направления Иосиф Давыдович Кобзон Это особый тоже пласт, потому что такое отношение к слову Вот тут надо было многим молодым артистам учиться то, как это надо А мы стараемся все это в себя впитывать И тоже у кого-то берем что-то хорошее Что-то добавляем свое Ну и, конечно, знание традиции А я даже слышала, не знаю, правда или нет Что якобы Родион Щедрин говорил Что это просто чудовищно Нельзя так петь песни о войне Это просто что это за плесовая У нас ведь среди музыкантов бытует мнение Что песня «День Победы» Уж извините меня Она написана на ритмическую основу песни 7.40 Ну вот так Ну так, если люди послушают Ритм и аккомпанемент То, в общем-то, под это спеть можно и 7.40 Но Обработка И Поначалу всем казалось, что песню вытянули стихи А потом, что самое главное Когда рождается тот или иной хит Неважно, эстрадный, оперный Песен и так далее Самое главное, чтобы любой человек Который сидит в зале Или слушает это по радио Он мог сразу же повторить Мелодию, мотив этой песни Вот в этой песне Это идеальный абсолютно вариант Когда Каждый человек Мог либо Напевая Мотив, который обычно поет хор Либо Сразу Припев Этот день победы Может петь Это Это успех Понимаете Давид Тухманов Выдающийся композитор Песни Спорить бессмысленно Кстати говоря Если вы вспомните его песню Эти глаза напротив Переложите на Дилайлу Это Один в один Дилайлу А что вообще важнее В военной песне Стихи или музыка? В военной песне Нельзя, чтобы Музыка Не соответствовала уровню Стихов А стихи о войне Не могут быть плохими Они не могут быть банальными Они не могут быть Пустыми Они должны быть Наполнены содержанием Враги сожгли родную хату Совершенно уникальные стихи И потрясающая мелодия Которая была написана Та же песня Вот шел солдат Которую Или веселые песни Вот мы когда делали Свою программу Песен о войне Наша была задача Чтобы в первом отделении Люди утирали слезы Потому что это песни Грустные Щемящее сердце Это и баллада Матери Мартынова Это и Песня моя любимая И вечер на рейде И вдруг Во втором отделении Мы поем Вот эти яркие Такие Бравурные Военные песни Самовары Самопалы Ехал я из Берлина Сейчас Вчера у нас был концерт В театре Новая опера Мы пели Большую программу Когда весь зал Встал на трех песнях Про Крым Про Севастополь Это Севастопольский вальс Это Вечер на рейде И горит Черноморское солнце Вот у нас Честно говоря Ноги подгибались У нас сейчас Первое отделение Тоже заканчивается Через пару мгновений Второе начнется Утренник У нас в гостях Дмитрий Сибирцев Директор театра Новая опера Художественный руководитель Проекта Тинора 21 века Дмитрий Александрович Ну вот задавали вопрос Что важнее Музыка Или слова Да А как подбирались Как писались Военные песни Долго ли подбиралось Это все Вот как например Сейчас рассказывают Да Продюсеры Музыкальные продюсеры Вот мы сидим Пришло в голову Написали Музыку Потом подбираем Обсуждаем И так далее Ну вы знаете В основном Те композиторы Которые писали Военные песни Особенно поэты Это были фронтовики И они Все это шло от сердца И конечно Бывало так Когда композитор Владеет Всем арсеналом Своего творчества Он может написать Не только мелодию Он может сделать Совершенно фантастическую Оркестровку Аранжировку Это он делал сам Бывало так Что композитор пишет Только мелодию Которая ему пришла В голову Которая положена На стихи А потом уже Еще Некий пласт Профессиональных музыкантов Эту песню Обрабатывает Ну вот Соловьев Седой Дунаевский Уникальные люди Просто Чуть позже Марк Фрадкин Какие песни Блантер писал То есть это Это люди Фрэнкель Журавли Журавли Это Такой Вообще Шедевр Который Люди Просто не могут Слушать Без слез При том Что это Стихи Расула Гамзатова Переведенные Потом Гребневым На Русский Русский язык И какая Получилась Песня На мой взгляд Должны Существовать Два талантливых Человека Это композитор И Поэт И Тогда Песня Будет рождаться Достаточно быстро Мне кажется Что в муках Военные песни Не рождались Они просто шли От сердца Впоследствии Когда По заказу Партии Правительства Те или иные Композиторы Мужчины Женщины И прочие Пытались Написать Военную песню К событию Напишите нам Песню К 60-летию победы И вот Она сидит И пишет Это Совершенно Не то Бывали Конечно И удачи Например Ну опять же Как можно написать Плохую песню На стихи Андрея Дементьева Вот поэтому Такой союз Который у них был С Евгением Мартыновым Это тоже Уникальная Ситуация Или Роберт Рождественский Который Работал практически Со всеми Замечательными Композиторами Очень важно На мой взгляд Слово Это Конечно Содержание песни Это основополагающее А потом уже Идет Мелодия Мне кажется Кстати Вот к разговору Про Дементьева Мартынова Баллада о матери Наверное Одна из самых Одна из самых Сильных вещей В принципе Это самая первая вещь Благодаря которой Вот солист нашего проекта И солист Большого театра Максим Пастер Стал Ну если можно сказать Гораздо более Известным человеком Эта песня принесла ему Гораздо больше Известности и популярности Чем его там победы На международных конкурсах В том числе и на конкурсе Чайковского Потому что Эту песню просили Практически на каждом концерте Потому что То что он Ну можно сказать Через какое-то время После того как Многие забыли Как эту песню пел Сам Мартынов Потому что Мартынов Уже давно ушел из жизни После того как София Ротару Перестала петь эту песню Было какое-то время Очень многие Кто-то более удачно Кто-то менее удачно Но такая песня Она живет Я иногда читаю Какие-то комментарии Даже если Какой-то Мальчик Или девочка Молоденький Начинают петь Эту песню Если они Пропускают ее Через себя Любой человек Не остается Равнодушным В прошлом году В интернете Миллион просмотров Собрала девочка В треуголке Которая читала стихи Вот эти Баллады о матери Там просто Весь интернет Плакала Смеялась Потрясающе Совершенно да Какие живучие стихи Давайте поговорим Не только о военной песне Вообще Насколько тяжело Исполнителю Классической музыки Перестраиваться И исполнять музыку военную Все-таки Там Ну Скажем так Опера Итальянская опера Это совсем другое дело Это совсем другой букет эмоций Это совсем другая И ритмика другая Знаете У нас есть Такая Ну Шутка что ли Мы говорим Это вам не какая-нибудь поганая Итальянская опера Это петь надо Да Поэтому Как жестоко Я возмущена Нет Ну я шучу Конечно Естественно Основа Любого классического певца Это опера Русская классика Итальянская Немецкая И Та школа Которую Каждый из нас Получал Там В консерватории И работая в театре Она никуда Не девается Вопрос очень тяжелый Как попытаться Обладая В общем-то Вот этим грузом Классического образования И классического вокала Сделать так Чтобы и песни Эстрадные песни Военные песни Любые другие Там Латиноамериканская танго Советская танго Чтобы они Исполнялись Так как Нужно Это очень тяжело Вот я считаю Что у нас в проекте Собрались те люди Которые могут Это все делать С одинаковым успехом То есть Это не Звезды Первой Самой первой Величины Мировой Оперы Но это достойные Артисты Большого театра Театра новой оперы Геликона Станиславского Которые Поют Ведущие партии В своих Театрах Но они не сделали Вот такой Мощной Европейской Оперной Карьеры Хотя Постоянно выступают В европейских Театрах Но Но это не Хворостовский Это не Нетрепка И так далее Можно перечислять Там фамилии Вот Но с другой стороны Это люди Которые способны Петь все Поэтому у нас Такое громкое название Тинора 21 века Потому что мы можем Петь все У нас 2000 Произведений В репертуаре И мы поем все Вплоть Вот у нас через несколько дней В Питере будет концерт Мы будем петь детские песни Мы недавно это пели концерт В Доме музыки Песни из любимых мультиков И кинофильмов Для детей С тем отношением С которым это делают Взрослые дядьки Это очень здорово К вам вопрос еще Как к руководителю Театра Нового опера Ваш театр Он ведь Как кузница Ну вот я например Ну ведь несколько И потрясающих музыкантов И опять же Дирижер театра Саниславского Немировича Данченко Он начинал у вас Феликс Коробов Я бывала на концерт Потрясающе просто Я никогда не видела Таких дирижеров Что-то невероятное И опять же Василий Ладюк Невероятно Успешный И популярный Тоже Исполнитель Вот Ведь действительно Есть такое дело Как-то вот учатся у вас А потом постепенно Улетают из гнезда Или это кажется странным Вы знаете Они Наверное раньше Улетали безвозвратно А сейчас Политика театра Направлена на то Чтобы Каждый артист Имел Время и место Для своих Творческих планов Личных Вот А театр Делает так Чтобы Публика Об этом артисте Не забывала И он все равно Поет то количество Спектаклей И концертов В театре Чтобы Все понимали Что Василий Ладюк Это солист театра Новая опера Что Ребята Которые Могут Три месяца Сидеть на контракте Где-то в Италии Потом приезжают И Два-три месяца Работают в театре Поют самые Лучшие ведущие партии Потом опять уезжают Им это удобно Из другого бы театра Их наверное бы Просто попросили И сказали Что Вы нас не устраиваете У нас производство А у нас не производство У нас Самое главное Что человек Подпитан Этими эмоциями Ну Смотрите Он будет 8 раз в году Петь одного Ленского Или потом еще Альфреда 8 раз А тут он Поехал Спел ту партию Которую никогда в жизни У нас в театре не споет Потому что у нас ее нет В репертуаре Приехали у него Новые свежие эмоции И он того же самого Ленского Поет С другим отношением Или Василий Ладюк Он вчера пел В Большом Онегина Через два дня Он поет В нашей редакции В редакции Евгения Колова Он поет нашего Онегина Для него это всегда вызов Для него это всегда интересно В принципе нормально К этой практике относитесь Ведь знаете Мы со слушателями тоже говорим Очень многие Расстраиваются Оскорбляются Что вот Наши прославленные музыканты Вот они все улетают на запад Вот они значит Здесь всего один концерт в году Все остальное Ну к разговору опять же Аня Требко В Ростовском и так далее Слушатели многие С возмущением Это все воспринимают Сами правда в оперу Иногда не ходят Но вот их просто возмущает Что значит Наши кадры потрясающие Вот их возмущает А на самом деле Они не считают Что тот же Дмитрий Хворостовский Который кстати у нас давал концерт Песен военных лет И с нашим оркестром записал Диск военных песен Прекрасный исполнитель В позапрошлом году Вот он в России бывает Очень часто И очень много поет Причем не только в Москве А во всех городах И в Тюмени И в Тобольске И в Уфе И так далее И Ильдар Абдразаков И Анна Нетребков Все они здесь бывают Просто знаете как Они так много работают Что они успевают все И если бы их спросили А как вы все успеваете 32 рабочих часа в день Они говорят Да мы просто рано встаем Давайте наверное Вот здесь поставим точку Будем прощаться У нас впереди Есть небольшой фрагмент Одной из композиций В исполнении Теноров 21 века Хотелось бы Чтобы у наших слушателей Появилось тоже представление Все желающие могут завтра На чистых прудах Тоже их послушать 9 мая Еще раз вам спасибо Дмитрий Сибирцев Спасибо Майскими короткими ночами Субтитры создавал DimaTorzok